Рабочая рутина водителей общественного транспорта начинается с медосмотра. Каждый день Наталья Алексеева проверяет состояние здоровья сотни сотрудников. Особое внимание уделяет кожным покровам, чистоте сердцебиения, давлению и общему самочувствию. Если что-то не так, то водитель до работы не допускается. Если есть какие-то подозрения, сомнения, у нас тут есть всякие тесты, алкотесты. Проверяем. Заполняем строго журналы, да. Сегодня за санитарным состоянием транспорта, а также за работой медиков, водителей автобусов, диспетчера и механика наблюдали специалисты городского управления промышленности, транспорта и связи вместе с перевозчиком. Они осмотрели несколько автобусов 21, 14 и 6 маршрутов. Причиной внепланового рейда стало недавнее ДТП с участием общественного транспорта. Водитель 56 маршрута совершил столкновение с автобусом 24 маршрута и еще с гражданским автомобилем, жестко нарушив правила, превысив скорость и проехав на красный свет. Конечно же водитель сейчас будет ссылаться на техническое состояние автобуса, но мы проводим его каждый день и неисправные автобусы на линию мы не выпускаем. Водитель сейчас уволен. Если видите, что есть какая-то даже небольшая неисправность, что делается с этим автобусом? Заворачиваем, на линию не пускаем. А часто вообще бывали случаи, что по утрам обнаруживали какую-то серьезную неполадку? Вообще были такие? Нет, бывает, но редко. Основной осмотр вечером делаем, потому что если утром все досконально проверять через яму, то будет растянется до обеда, выпуска. Ежедневно перед выездом на рейс механик осматривает шины, мотор, габариты, тормоза, проверяет, нет ли протечек. Диспетчер следит, чтобы был полный пакет документов. Только после этого специалисты подтверждают в путевом листе, что все в норме и выпускают машину на маршрут. Ответственность за безопасность движения ложится на самого перевозчика. Вот эти проверки перед выходом автотранспорта на линию осуществляют непосредственно те предприятия, которые обеспечивают перевозку пассажиров. В случае нарушений целый ряд сотрудников, в том числе сам предприниматель, получает административный штраф. Например, за неправильное оформление путевого листа или отсутствие подписи одного из специалистов водитель может заплатить от 3000 рублей, а юридическое лицо – 30. Во время сегодняшней проверки управление промышленности, транспорта и связи нарушений не обнаружило.